Добрый день! В немало регионов и пешком походил, и полетал, и поразговаривал с людьми, но с тех пор, к сожалению, изменилось очень мало. И взглянув сейчас на доклад Олега Николаевича, на справки, которые были предложены всем присутствующим здесь, я убедился в том, что, к сожалению, караван продолжает движение в прежнем направлении. В этом документе, по-моему, в цифрах, в очень коротких формулировках, которыми обычно Олег Николаевич пользуется, взвешены неэмоциональные рассуждения. В них содержится все. Если в разгар кризиса экономического, если в разгар пандемии сокращаются расходы на образование и здравоохранение, по-моему, это говорит о том, что наши надежды на образумление правящего класса, на некое солидарное преобразование действительности, на договороспособность этих людей, постепенно развеиваются. Как ни печально признавать, мне самому бы хотелось, чтобы все замечательные слова, которые здесь звучат, чтобы они были однажды услышаны, но их не будут слушать. Их не будут слушать. На прошлой неделе мы узнали, что ректором МВДИ назначен хорошо всем известный Дмитрий Иванов. Человек, который замечательно отреформировал как раз тогда, когда мы снимали фильм «Последний звонок», «Московский институт Стали из плавок». Мы прекрасно видели, какое будущее российскому образованию эти новые архитекторы готовят, когда на базе МИСИС проходила международная конференция «Educational Crash», «Crunch»-то хруст. С таким хрустом мы рассказывали об этом фильме, они думали крушить старую совковую, совдеповскую, отвратительную систему образования, основанную на фундаментальном знании, основанную на предоставлении этого знания всем без исключения. Не на сегрегации, не на разделении учеников по имущественному признаку, когда богатые получают возможность знать, что такое физика и математика. Бедные обречены с самого детства готовятся к работе где-нибудь за прилавком «Пятерочки» или в цехах «Мираторга». Вот такое будущее они готовят и сегодня человек, который выступал проповедником этой идеологии. Сегодня он будет руководить Московским физико-техническим институтом, где я тоже бывал и встречался со студентами. Там я знаю, что, мягко говоря, и студенты, и преподаватели, и профессуры ошарашены таким назначением. Но это происходит. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы лаем, а караван идет. И караван продолжает движение уже два года с момента, когда предыдущий министр образования, не просвещения, а образования тогда Васильева, всем, по-моему, известной на ситуации, Геннадий Андреевич, она, по-моему, Лойбе Васильеву обещала, что будет, будет, обязательно будет отремонтирована школа памяти Ленина. Я просто встретил своих товарищей здесь, о судьбе которых я стараюсь рассказывать в публикациях, в видеоблоге. За два года не изменилось ничего. Ничего. К 22 апреля 2021 года по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, эта школа, это исток, в общем-то, всего нашего образования, если есть нам чем гордиться еще, так, наверное, наследием советской образовательной системы. Ее исток, это школа памяти Ленина, по распоряжению Медведева к 22 апреля 2021 года, эта школа должна была быть отремонтирована. И клятвы произносились, и детям, и родителям, и учителям говорилось, что это обязательно случится, и дети, и родители, и учителя видят, что не произошло ничего. Полгода назад я в углу стен этой школы, там возведен огромный забор, до сих пор не готова даже проектная документация. Не готов, не сделано ничего, и ответственных нет. И новый министр просвещения игнорирует любые вопросы, запросы, которые к нему по этому поводу направляются. И казалось бы, что, ну подумаешь, школа. Ну как в Брянске мы снимали детей, которых после оптимизации школ рассовывают по крупным районным образовательным учреждениям, и они вынуждены вставать в 6-5 утра для того, чтобы на автобусах их за 30-40 километров довезли до этих новых перенаселенных школ. Ну точно так же теперь рассовывали учеников из Ленинских городов по соседним школам в Видном, там где еще готовы были принять. И два года они вот так вот ездят, ну что такого. Но в этой маленькой истории отражается, как в капле воды, ситуация в целом. Им наплевать, вы будете здесь перекладывать бюджетные ведомости, считать копейки, у кого сколько отобрали, кому сколько добавили, радоваться тому, что президент с барского плеча пообещал школьные завтраки оплатить. И тем самым мы привлечем таких новых филипков в школу, потому что в школах можно будет хотя бы поесть. Нам Всемирный банк это посоветовал, оказывается. Но на самом деле этим людям все равно, им наплевать на то, что народ возмущен, им наплевать на то, что самое дорогое и единственное, что у людей в жизни остается, это их дети, ради этого они терпят и готовы терпеть, ради того, чтобы хотя бы дети жили по-другому. И если у людей отнимать эту надежду, если в какой-то момент люди начнут осознавать уже совершенно зримо, безальтернативно, что ребенок, ради которого они затягивали поясы себя на горле, ради которого они лишали себя всего, что этот ребенок не получит никакого шанса в жизни, что в перспективе у этого ребенка нищета, деградация, безграмотность. Можно с нищетой смириться, с бенностью можно смириться, но с невозможностью развиваться, с невозможностью быть человеком смириться нельзя. А именно такой перспективы сегодня молодежь лишает. Сегодня разговор у нас здесь начался, и я просто хочу эмоциями дополнить сухую статистику, которая содержится в этих докладах. Я думаю, что эмоции нам иногда не повредят. Мы начинали наш разговор сегодня с воспоминаниями о Жаресе Ивановиче Алферове, который тоже принял участие в фильме «Последний звонок». Он дал нам развернутое интервью, за что мы ему, конечно, до сих пор благодарны. Но я помню, как выходя из его кабинета здесь, в Государственной Думе, провожая его до лифта, я спрашивал его, Жарес Иванович, а что же делать? Ведь мы оба понимаем, вы материалист, вы великий ученый. Столько раз в интервью сказали мне, что не бывает великой системы образования в условиях, когда деградирует экономика. Система образования – это производная экономика. И если на китайскую экономику приходят сегодня до 30-40% мирового производства, то отсюда и успехи Китая в сфере образования, и отсюда успехи Китая в сфере освоения космоса. Если же на нашу страну приходится 2-4% этого самого совокупного производства товаров и услуг, то такое у нас будет образование, по такой одежке придется протягивать ножки. В фильме мы об этом говорили, мы говорили, что реформы образования, запущенные либералами в нашей стране, своей целью имеют одну простую вещь, мы просто это не осознаем иногда. Мы все еще надеемся, что какие-то светлые умы, какие-то нравственные величины еще на высоких этажах сохранились. Нет, задача очень простая, прагматическая задача превратить Россию в рынок труда. В рынок труда для открытой границы мировой экономики. Сейчас этот рынок сотрясает мировой кризис. И вы знаете, если сравнить то, как в кризисных обстоятельствах проявляются самые важные черты в государственной политике, то пандемия продемонстрировала нам полное банкротство национальной политики в сфере здравоохранения. Это, я думаю, очевидно всем, когда захлебнулись... Когда захлебнулись полиции, когда выяснилось, что оказывается упразднение коечного фонда, это не всегда правильное решение. Но бывают ситуации пострашнее, чем пандемия. И когда наш невольный союзник сегодня Алексей Леонидович Кудрин из счетной палаты периодически грозит пальцем и говорит, что вы мало тратите на образование, слишком много тратите на национальную оборону, сознание либерала, эти понятия оторваны друг от друга. Но кризисная ситуация, в которой становится ясно, что вы слишком мало тратили на образование, называется война. В этот момент становится ясно, что вам нечем защищаться, некем защищаться. Нет тех людей, которые могли бы что-то изобретать, проектировать и строить. И не дай бог оказаться в этих обстоятельствах и выяснить, что прожрали, разворовали, распродали все. Вот. И выходя из кабинета Жареса Ивановича, сбился я с мыслями, но хотел бы закончить на этом. Я спрашивал, что же делать, Жарес Иванович? Вы материалист, вы понимаете, что не может быть такой экономики, такой осеньки не родятся апрельсины. Добавьте еще. И печально опустив голову, Жарес Иванович говорил, эволюционным путем, наверное, нет, но другого способа сегодня я не вижу. Печальная такая констатация факта, в которую мы уперлись, как авторы фильма, как в стену. Но мне кажется, что мы должны говорить людям правду. Мы должны объяснять им, что деградация образования неотрывно связана с тем социально-экономическим укладом, который восторжествовал в нашей стране, и которые насильственно пытаются законсервировать все эти наши традиционалисты-консерваторы снаружи и не улибералов внутри, которые игнорируют все, что говорится здесь, и будут продолжать игнорировать все, что говорится здесь, до тех пор, пока голос наш не станет, не сольется на голоса до тех пор, пока в один мощный голос, который уже нельзя будет проигнорировать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я все-таки всех участников наших слушаний почет мобилизовать для системной последствии борьбы за наше образование, за нашу государственность. Нам объявлена полноценная война. Война требует максимальной консилизации. Все, кто понимает, если фашисты пришли, не завоевайтесь. Фашисты пришли нас уничтожать. Сейчас эти пришли нас разделить на куски, приватизировать и захапать все, что создавалось тысячу лет в российской державе. В свое время не сделали выводов. Когда проиграли подряд три войны, после русско-японской войны стало ясно, у нас каждый второй солдат читать толком не упел. А в японской армии были все грамотные. Тогда Столыпин вносил в 906 году закон о всеобщем начальном образовании в российских мире. Отказались, приняли в 16-м, когда продули первые мировые. И когда Ленин и партия Большевиков одержали веру, то вследствие чрезвычайной комиссии по революции было еще односотно, называемой чрезвычайной комиссией, по борьбе с безграмотностью. И она решила эту проблему. Решила блестяще. Поэтому мы сейчас столкнулись, правильно Константин говорил, с варварским подходом к образованию, умные и горзовные мы им не нужны. Но мы не просто сопротивляемся. Мы имеем уже уникальный опыт и побед. Росеон Шалферов был в партии власти. Пришел ко мне и говорит, хочу к вам перейти. Я говорю, вы знаете, в каком положении. Меня трехсотый раз судят. Каждый день угрожают. И вы понимаете, куда идете. Вы понимаете. Но я там сижу, все говорят за наукой, образованием, все голосуют против. Я не могу там сидеть. И он пришел на шуфрак. 20 лет работы. Более того, мы вместе с ним в Ленинграде создали лучшие учебные заведения в мире. Талантливые ребята, школа, высшая школа, Академия наук и опытно-конструкторское производство. В этом проекте участвовали многие крупнейшие иностранные учебники. Мы с ним отстояли Академию наук в Новосибирске, 92 института. И сейчас там возглавляет ее член КПР. Раньше он возглавлял член КПРФ, Академия Копчук, с которым готовили все программные документы. Вот сегодня рассказывали, как мэр, коммунист, 50 объектов отстроил. Да, в том числе и в нынешней Российской Федерации. Я абсолютно антинародный, по моим характеристикам власти. Но я сторонник максимально работать и держать, и заставить. Райан Константин говорит, что школы, я сегодня разбирался, и проекта нет, и прочее. Василий у нас слушает, руководитель нашей Московской областной организации, он работает в Думе. Готовьте ваши предложения на сеть школы. Но мы с Рудининым не только отстояли, отстроили и лучшую школу, и лучший детский сад, и лучший профориентация, и прочие продовольные. Нам удалось заставить ремонтировать Ленинский центр. Два миллиарда с лишним. Но они так и не справились с задачей к юбилею Ленина. Но мы завершим эту работу и продолжаем ее организовывать. Поэтому я вас настойчиво призываю бороться, бороться, ревно-профессионально. Сейчас маятник пошел влево, его никто не остановит. Никто. Поэтому максимальная сплоченность народно-патриотических левых сил в долг того, что мы без драки и войны выйдем из этой ситуации. Поэтому я попросил выступить Ленинского Михаила Львовича, академика, отделение философии, образования и юридических народов. Благодарю вам. Глубоко уважаемый Геннадий Андреевич, Олег Николаевич, коллеги, базисом формирования человеческого капитала, который, собственно говоря, является обсуждением на сегодняшних парламентских слушаниях, является общее образование, которое по известной цепочке школа, профессиональное образование, высокотехнологичные рабочие места, обеспечивает его превращение. А качество школьного образования, ну это общеизвестно, зависит от развития системы педагогического образования. Пятиминутный регламент, с которым меня познакомили, вряд ли возможно рассказать о количественных и качественных аспектах и проблемах развития педагогического образования в Российской Федерации, сказали лишь только одно, что по инициативе Российской Академии Образования подготовлена стратегия непрерывного развития педагогического образования до 30-го года, которая неоднократно рассматривалась на ладных площадках и совсем недавно, несколько дней назад, под, как теперь модное слово, модераторством, да, теперь Олег Николаевича Смолина, за что ему огромное спасибо, она рассматривалась на заседании нескольких экспертных советов Комитета по образованию и науке и большое спасибо Министерству образования Российской Федерации за активное включение в эту проблему. Может быть, вот на площадке парламентских слушаний здесь мы рассмотрим эту стратегию, когда она начнет реализовываться. А сейчас я хотел остановиться лишь на двух организационно-экономических сторонах развития системы педагогического образования. Они взаимосвязаны. Это подготовка педагогов и обеспечение ими образовательных учреждений. Они действительно взаимосвязаны, но тем не менее я хотел бы рассмотреть их сначала по отдельности. Итак, подготовка педагогов. Говоря об этом, необходимо задать себе вопрос. Достаточно ли выпуски учителей в настоящее время в Российской Федерации для того, чтобы они восполнили потребность в учителях в школах Российской Федерации? Ответ, в общем, казалось бы, естественный на литературе, и что нет. Но на самом деле статистика вещь лукавая. И парадоксальным является то, что здесь будет два ответа, и оба правильных. Первый вопрос достаточно. Если мы возьмем совокупный, так сказать, выпуск всех образовательных организаций высшего образования, которые готовят магистров, бакалавров и специалистов по направлению педагогического образования, то в 2019-2020 учебном году он составил чуть более 92 тысяч человек. Сюда же надо еще добавить 37 тысяч специалистов со средним педагогическим образованием. И если сопоставить эти цифры с общим числом учителей в России, а это немногим более 1 миллиона человек, то мы получим, что ежегодно педагогов готовится примерно 10% от всей численности учителей в России. И если сопоставить эти данные с совокупными заявками и потребностями регионов, то мы получим ответ положительный, о чем я уже говорил. Но если отойти от средней температуры по больнице, то совершенно очевидно, что педагогов не хватает. В ряде регионах их остро не хватает. По некоторым специальностям их катастрофически не хватает. И причина здесь совершенно очевидна. Сегодня достаточно они уже рассматривались. Вся проблема заключается прежде всего в низкой оплате труда, хотя есть и другие факторы. Это сложности работы с детьми, и фактически это низкая мотивация на профессию учителя. Но главное, несомненно, это заработная плата. И тогда первый вывод, который я хотел бы сделать, заключается в том, что расходы федерального бюджета на подготовку педагогических кадров с целью возмещения потребностей в них школ в настоящее время в условиях действующей менее системы оплаты труда неэффективны. И здесь можно проиллюстрировать это таким примером из первого учебника по математике пятого класса, когда бассейн наливается из одной трубы, а из другой выливается. Так вот, одна труба – это федеральный бюджет, который неэффективно в данном случае расходуется через выходную трубу недохода, извините за этот неологизм, школьных учителей до школ. Второй вопрос – это потребность в кадрах. Методика… Добавьте минуту. Спасибо. Методика давно известна. Расчеты здесь ведутся через затраты труда. И мы знаем, что затраты труда учителя-предметника на ставку составляют 18 часов. На самом деле расчеты ведутся по-другому. Они ведутся с подгонкой под ответ. Ответом является средняя заработная плата по экономике конкретного региона. Кстати, этот вопрос рассматривался еще в 2019 году. Здесь на парламентские служения в Думе это были большие парламентские служения, где было несколько сотен человек, но, к сожалению, большому проблема так и не решена. И в результате вывод, который очевиден здесь, что на самом деле потребность в учителях, как ни странно, рассчитывается не исходя из реальных трудозатрат, а исходя из средней заработной платы по экономике каждого региона. И общий вывод такой, что необходимы оперативные меры по реформированию системы оплаты труда, о чем уже здесь неоднократно говорил. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое. Я хотел бы попросить выступить Герман Анатолий Николаевич, представит Руссоюзу науки и здесь, а он не трогался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Герман Анатолий Николаевич, приветствую вас и всех участников служений. Я и раз с председателем Конгресса работников образования, наук, культуры и техники, который по инициативе Олега Белаяча Смолинова в тринадцатом году, собрался для того, чтобы оценить тот курс, который ведется в нашей стране и признав его губительным, принять те меры, которые мы считаем необходимы. Вот в течение семи лет мы вели эту работу. Здесь тоже присутствуют товарищи, которые эту работу вели, активно вели. И буквально вчера мы провели восьмую сессию Конгресса, где выступали и общественные представители общественных организаций, профсоюзных организаций. И во многом вот те положения, которые нам предложены сегодня в проекте резолюции, мы их обсудили и тоже принимали в таком виде. То есть я, прежде всего, хотел бы поблагодарить рабочую группу, которая готовила к сегодняшним слушаниям материалы и поддержать от имени Конгресса работников образования, поддержать эту резолюцию, рекомендации сегодняшних слушаний. Второе, что я бы хотел отметить, что образование-то, конечно, самое главное, что у нас на стране есть. Потому что посмотришь, что делается сейчас, что творится с нашим, например, авиапромом, как это Сердюкова, который занимался армией, ему перевели, значит, на повышение, руководить объединенной авиационной корпорацией, одним из руководителей этой. И они в последнее время, вот буквально месяц назад, приняли втроем решение о том, что выселите с Москвой, значит, наши миги, туполевых, ил сухой и так далее. Это вот как в Воскуляр собрались три мужика и порушили союз. Тут собрались, значит, пятерка и решили порушить авиацию нашу. Вот как такие мозги могут управлять страной? Мы создали Комитет защиты отечественного авиапрома, приглашаем всех вас принять участие в защите. Мы рождены, чтобы сказку сделать были, наши слова знаменитые, все, кто знает, мы рождены, чтобы сделать сказку были. Но со своими отечественными талантами, которых должна дать нам наша отечественная школа. И образование для всех это то самое движение, которое нам позволит это сделать. Благодарю за внимание. Поздравляю вас в поддержку профсоюзов. Это сложное время всегда важное. Дорогая, у нас Гонзиавера Анатольевна блестящие работы в бюджетном комитете. Сейчас спланировали мы свой бюджет развития 33 триллиона. Вполне реализуемая задача. Поднял готов целый пакет законов, включая закон о распределении добычи, и результатов всех нет. Для нас это принципиально важно. Мы его начали несколько раз. Поддерживайте активно нашу формату, и мы проведем это дело. Ролг, Голос, Голос Анатольевна. Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые товарищи, наверное, вот рост валового внутреннего продукта и рост темпов экономики любой страны зависит от тех, кто сидит за школьной партой. Именно школа воспитывает ответственность, умение анализировать, делать выводы, принимать решения, причем ответственные решения, принимать. Поэтому, естественно, значение именно школьного образования, но, наверное, трудно переоценить. Следующий слой. Вот я хочу показать вам просто базу, на которую я буду опираться, когда буду говорить об образовании. Вот это доходы и расходы нашего бюджета. И здесь ясно видно, что с таким бюджетом поправить ничего, в том числе и в образовании, нельзя. У нас есть, у нашей фракции, у нашей партии, есть бюджет развития, который предусматривает в два раза увеличение доходной части. Вот там можно изыскать средства на развитие образования. Следующий слайд. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, у нас денег нет? Да нет, деньги есть. Посмотрите на этот слайд. Вот они, наши резервы, фонд национального благосостояния, который состоит, смотрите, 13,5 триллионов рублей. Это разве не деньги? Но еще другие применения этому фонду. Посмотрите, пожалуйста, какой у нас государственный долг. И сколько денег уходит на обслуживание этого государственного долга. То есть, имея деньги в карманах, мы берем в долг, а потом платим гигантские проценты для того, чтобы этот долг обслуживать. Давайте посмотрим на цифру внутренний долг регионов. Это 2,5 триллиона и внутренний долг муниципалитетов. Можно с таким бюджетом развивать образование? Нет. Поэтому наш бюджет, бюджет развития, как раз дает возможность это делать. Следующий слайд. Вот здесь вы можете посмотреть просто по расходам. Я его комментировать особо не буду, но хочу сказать следующее. Мы сегодня говорим о заработной плате, например. Но не говорим, откуда вот это получается заработная плата педагогов. И почему сегодня они вынуждены, простите меня, пахать на две ставки? Да потому что мы сегодня работаем с нормативно-подушевым финансированием. Давайте следующий слайд. Вот они расходы на образование. Если мы посмотрим федеральный бюджет, то мы получим 0,9% круговую, то есть роста никакого нет, только снижение к 2023 году от уровня ВВП. Если мы возьмем консолидированный бюджет, значит мы видим, что идет фактически снижение. Цифра 2020 года в результате пандемии уменьшилась еще на 4%. Если осталось 3,6%, то это равно 4%. Вот, пожалуйста, вам вот эти цифры, которые показывают, как наше государство, к сожалению, относится к образованию. Мы посмотрим с вами на наши заработные платы и на наши расходы на образование с точки зрения рядового учителя, рядового ученика и рядового родителя в школе. Ну давайте, например, учебные расходы. Ведь фонд труда, складок, фонд труда и полностью субвенция складывается именно из вот этих позиций. Зарплата, учебные расходы. Надо приобрести учебники. Мы все прекрасно понимаем. Вот здесь, наверное, нет педагогов, которые работают в малокомплектной школе. А ведь сегодня все деньги учебных расходов уходят на приобретение, например, только учебников. На больше ничего не остается ни одной копейки. Теперь заработная плата. Казалось бы, да, оклады говорят нам, мы повысили вам. Хорошо, вот здесь учителя, наверное, есть. Скажите мне, пожалуйста, если повышается оклад, то вам будет большая разница, если вам повысят оклад, но уменьшат стимулирующую часть заработной платы. Будет такая разница для вас? Да никакой, я думаю, для меня бы не было точно. Потому что сегодня кидают эти деньги из одного кармана в другой, из одной статьи в другую, а результат фонда платы труда как был, так он и остался. Его никто не менял, я вам скажу, с 2014 года. Это недопустимо. Дальше слайд в следующий. А вот эта оптимизация, то есть как сохранить имеющееся финансирование для школ? А вот он, ответ на этот вопрос. Смотрите, в основном сельские школы, грохнули сельские школы с 2000 года до 2019 до 46 тысяч, 23 тысячи. Ну вот она оптимизация и вот оно сделано. Все для того, чтобы экономить на образование. Следующий слайд. А вот это брошенная школа в некогда очень богатом селе. Брошенная. Я когда туда приезжала, там плакали, все плакали. И дети, и учителя, и родители. Следующий слайд. А вот это действующая школа, понимаете, полномочия на... Геннадий Дмитриевич, можно одну минуту? Спасибо. Дело в том, что полномочия... Спасибо. Дело в том, что полномочия распределены так. Так, заработная плата идет из регионального бюджета. А вот все текущие ремонты, они идут из местного муниципального бюджета. Я уж показывала вам цифру долга муниципальных образований. Это же кошмар просто. А вот здесь там не совсем четко написано. Вы знаете, вот на вот этой вот фасаде написано «Голосование за Конституцию. Наша страна, наше решение, вот, значит, наша Конституция». Ну, понимаете, ну, стыдно, вот правда стыдно, а денег на это нет. Поэтому что мы хотим? Мы хотим государственную программу строительства школ. От 89 школ на 80 регионов, я думаю, полиция тут нечем построена. Надо только Новосибирску. Шесть школ строим, нечем полиции. Так мы хотим включить... Во-первых, увеличить финансирование на строительство школ. Это раз. Во-вторых, включить туда реконструкцию школ и капитальный ремонт школ. Вот тогда мы можем получить. Причем из федерального бюджета. Спасибо. У нас до 15 часов время в этом зале. У нас выступило 11 человек, записано еще 15. Есть предложение какое? Обязательно все, кто подготовился и есть подготовленные выступления со слайдами, вы знаете, мы обязательно его сборник, его комитет, который будет подрабатывать рекомендации, обязательно учтет ваши пожелания. Слово представляется ОВКС Фурсей Георгий Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, вице-президент Российской Академии Естественных Наук. Подготовится базарный Владимир Филиппович. Уважаемый Геннадий Андреевич, дорогой Олег Николаевич, уважаемые слушатели нашего сегодняшнего собрания, я готов бы некий словаско творяющее мое выступление и составить следующее, что на самом деле в нашем образовании имеют место кризис, имеют место системные недостатки в организационной части нашего образования, в сущностной части нашего образования и так далее. Я несколько троллей вещей, и за короткое время это могут умеет учить. Настоящий пивод характеризуется тем, что сейчас имеет место просто цивилизационный взрыв. И важнейшим является гигантский скачок в информационном поле. Потом в декабре, так сказать, 4 декабря Китай продемонстрировал квадровых вычислений. За две с половиной минуты вычислитель сумел решить задачу, которая потребовала решения на обычном суперкомпьютере. Два с половиной миллиарда лет. Этот прорыв координатально влияет на островительную тактику развития всех областей человеческой деятельности, безусловно, на развитие образования и науки. Образование в то же время очень консервативное. Образование – это предмет, который связан с работой с сознанием, с соприкосновением сознания учителя, ученика и учащихся друг в друге. Это соприкосновение сознания не может быть заменено в нормальной логике, как предполагается. Теперь же на попечении машины. Сознание, гос, человек, на протяжении веков остается практически неизменным. И предложение реформаторам, что каким-то техническим инновациям не можно осуществить прорыва в повышение, является ошибочным. Россия в то же время имеет исключительный гигантский образовательный потенциал. Его формировали гении, об этом мало очень говорят. Такие гении, как Мамоносов, Кушинский, Выгодский, Макалин. Его содержание в значительной степени выражали такие великие люди, как Менделеев, Настаев, Экземперий, Трубецкой, Киплюй. Наш век, Нобелевского веков, Железа Ивановича Алтёра, о котором здесь говорили, неоднократно выступал и говорил об этом критике. Великие космисты наши, Циолковский, Гердеев, Флоринский, Соловьёв, Рерий, Вернадский, Королёв, Ковшинбаб и масса других людей. Это был колоссальный опыт. Это был опыт сформированный в образовании. И именно поэтому, опираясь на это, наше образование в период Советского Союза было одним из лучших образований в мире. Если говорить честно, оно занимало первое место с колоссальным отрывом. Российское образование формировалось в гене. И улучшать его дилетанты не могут. Нужно обратиться в гене. На базе гениальной педагогики Россия стояла на педагоге КСССР. Она была лучшей в мире с колоссальным отрывом. Я приведу одну стату, она уже приводилась. Это наш оппонент. Это говорит президент Соединённых Штатов. М. Советское образование лучшее в мире. Мы должны многое с него взять. КССР выиграл космическую фонду за школьный парк. Не за счет финансов, а за счет Советской школы, Советский Союз и по многим джерам. И нам всячески советское образование, которое было к тому же еще и самым практически, пытаются всячески критиковать. И это абсолютно неправомерно. Это просто, я бы сказал, что это просто в корме. Поэтому можно было бы назвать такие слова. Для того, чтобы поднять наше образование, нам нужно вернуться к этому гениальному опыту нашего прошлого. Назад в будущее. И это позволит обнимание лучших ситуаций в развитии. Образование наукное – это государственнейшее дело. Поэтому образование должно быть бесплатным. И решать эту проблему надо немедленно. Сейчас образование в тупике, а фундаментальная наука вничтожит. В этом условии, когда произошел этот веганский скачок. Если можно, несколько минут. Спастись можно. Если бросить в эти области все силы, удеселить наших сил, поднять, гарантировать существенно в несколько раз. Поднять авторитет образования науки, сформировать положительное образование будущего. Устранить Баловскую систему. Создать трехступенчатую систему, которая была у нас ранее, которая была эффективна. Сохранить оценки, перейти к пятибалльной системе, вести экзамен на всех этапах обучения. Сделать образование предметным и фундаментальным. И главная задача современности – сделать образование, позволяющих овладеть способностями нашего мозга. Наше сознание, наш мозг неизберимо превосходит любую вычислительную систему. А мы слышим. Согласен. С одной стороны, нужно обмениваться стрессом, а с другой стороны, нужно комфортно вымереть к тому моменту, когда все запомнится в руках. Извините, я могу еще очень многое сказать по времени. Мое постыдное слово состоит в том, что мы должны утистерить усилие. И мы должны вернуться к опытам гениальных педагогов и ученых нашего ближайшего прошлого. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Петрович. Слово представляется базарному Владимиру Филипповичу. Подготовиться ПВКС Кичидиной линии. Повторяю, рекламент 5 минут. Вот там на экране горит. Спасибо. Блоков Жанн Николай Алексеевич, Олег Николаевич, дорогие коллеги. Я не мог как врач пройти, не мог бы мимо. Поэтому наши исследования еще в советские годы показали, если мы сидим больше 20 минут, 30 минут, а мы сидим на бедренной артерии, на бедренном нерве и на бедренном вене, начинается завихнение в нижних конечностях. Поэтому, где бы вы ни были, каких бы условиях ни были, я кричу, призываю, поднимайтесь иногда хотя бы на несколько минут. Благодарю вас, дорогие коллеги. Когда мы выступили с Анатолием Анатольевичем Карабинниковым на Комитете наук и культуре и образовании в Совете Европы, впервые представили здравоохранение в образовании. У нас есть МЧС, медицина чрезвычайных ситуаций. Здравоохранение у нас ушло, его нету. Нету здравоохранения в образовании. Кину не образовали, его нету. Так вот, после выступления в этом комитете в 2005 году, ведущих университетов мира вышло более 10 тысяч работ. Сиденье, а то инсульт, сиденье, а то рак, сиденье, а то сколиоз. Дальше подружать нет смысла. Сиденье, а то что такое сколиоз? За данную вышла монография 11 ведущих ортопедов Питера. Зайдем в любой детский садик школы, детский садик Москвы, лучший в мире образование здравоохранения, так называемый. Стульчики, стульчики, стульчики. 100% официально данный сколиоз. Ортопеды, 11 ортопедов. Сколиоз это поражение всех отделов мозга. Главная сегодня проблема, какие дети пришли в первый класс и готов ли учитель с такими детьми работать. Посмотрите, дети пришли в первый класс. Практически все больные. Почему больные? Только два слова. 840 из 1000 череп, родовая травма. 840 из 1000. До года энцефалопедия, патология мозга. Почему родовая травма? Мы запустили инволюционный антропогонез. Все силы гравитации, вместо рессоры, вот эти рессоры, мы направили на крестцово-кончиковую систему. Практологи бьют на бабу. Система крестцово-копчиковая простает в прямую кишку. Проблема боли. Повторяю, катастрофу мы запустили. Так вот, еще в 90-е годы, когда мы под руководством Спиридонова, глава Коми, я был его помощником по науке, мы создали координационный совет образования и здравоохранения. 490 школ. Отчет вот такой трех академий. Исчезли школьные формы патологии. Так вот, когда проверили первоклассников в те годы, одна треть повышенное внутричерепное мозговое давление. Дети три потока после родовых травм. Один поток шапка ходит по России. Второй поток полиативной центры сопровождений смерть во спасении. И третий поток пришли в первый класс. Учитель к ним танцует не от самочувствия, нет ребенка, призвание здесь не виновата. Они кинуты здравоохранением. Никаких правосмотров нет. Учитель танцует от стандартов для готовых, теоретически здоровых детей. Через год после обеспечения 67% пограничных психических нарушений. Кольцерской школы 67% явные данные кикеринзы. Мы вытесняемся, нормальные люди, нас вытесняют. Они ковруны, где расщепление мозга, в том числе от скорости чтения по секундомерам, которые по программе комитета 300, техника совершенствования чтения. В 1998 году внедрили скорость чтения. Я могу так их назвать, десятки технологий на корневом уровне. А мы говорим о древе, о ветвях. А корешки остаются вот вне нашего поля зрения сегодняшнего. Каждый новый министр приходит, оставляясь в нетронутом виде. Заводья, до завершения. Во всех психиатрах центров мира, главные лечения, каллиграфия, рисование, хоровое пони, трудовое воспитание. Не мейте на кого возлюбить в эту школу. Я даю нашу группу, которая помочь вашему министерству. Пригласите. Я даю год открытия на Америку, на иностранные государства. Советите министерства образования Азербайджана. Пригласите нас. Мы поможем. Благодарю всех. Спасибо, Владимир Юрьевич. Слово представляется Кичидина и Лидия Яковлевна, народный учитель СССР, почетный гражданин города Вонска. Подготовится Климова Елене Константиновне. Климова Елене Константиновне. Это достижение наше, российское уже, где ощущается вклад и учеников. Моя задача – немножечко вам показать работу конкретного одного объекта на Омской земле. Это школьного музея, который находится накануне своего 50-летия. Музей – это практическая педагогика. Это центр гражданско-патриотического воспитания. Это инструментарий конкретного общения с учащимся. И самое главное, что музей создан единством, которое очень важно. Это учащиеся, учителя, родители, общественность, друзья музея. За счет чего успешная работа музея? Почему он так долго работает? Почему его называют сердцем школы? Центром всей системы работы школы. Потому что в работе лежат идеи педагогического наследия Макаринка. Это прежде всего одно из них. Ничто не скрепляет так коллектив, как традиция. И в музее традиционные мероприятия, дела – это основа основы. Через музей проходит обучающийся с 1 по 11 класс. Начальная школа «Космические кружки» и «Звездочетики» и «Юные музейцы». Пятый класс – особый период начала непрерывной работы в музее. Традиционное построение принятия членов музея кандидатов. А принятие проходит присяги у камня верности музея. Включение в поисковую исследовательскую работу. Изучение разделов в музее истории Омской области. Первое поручение для музейцев и обязательное подведение итогов выполнения этих поручений. В этом году сформировался аэрокосмический класс, работающий по специальной программе. Шестой и девятый класс имеют свою специфику работы. Но десятые классы – это особый вид деятельности классных коллективов через традиционные космические КВН. Они уже во многом забытые в ряде организаций. А у нас по счету будет проходить 47-й КВН, где мы видим познание обучающихся в области учебных предметов, изучение истории своего края через направление, а не чьи – космосу, авиации. Одиннадцатый класс – это подведение итогов формирования гражданственности, участия в общественной жизни как гражданина Отечества, где видны результаты уже труда каждого выпускника. Опять-таки торжественное традиционное обучение дистантов в школе начинается с традиционного построения в музее вместе с родителями, где подводятся итоги деятельности каждого выпускника через участие в работе. Лучшим из лучших предоставляется право быть занесенным на доску почета в Малой Вселенной музея с выучением сертификата и медали музея. Выпускники покидают школу, но они видят каждый результат своей общественной деятельности, видят оценку работы и помнят, что рядом с ними всегда были наставники в добрых делах. Мы благодарны, что участвуют в нашей школе, в нашем музее Олег Николаевич, Владимир Иванович Назаров, Алексей Миниаминович Костин, Дуну Циолковского. Среди девяти космонавтов, которые посетили музей, особо выделяю Севастьяну Виталию Ивановичу, который именно при встрече с детьми дал новое традиционное дело – это соревнование по шашкам и шахматам. Мы уверены в педагогии, что пройдя через общественную деятельность, как гражданина, патриота водимая, пройдет время, то вот через несколько лет из них получит медаль за верность музею. В 45-летии музея мы наградили 37 человек. А те, кто, к сожалению, из друзей музея ушел из жизни, на вечно вписанное в уголок памяти музея – это яркий пример гражданственности, это яркий пример для молодежи. И естественно, что каждый чувствует свой труд в работе музея. Музей обладатель многих наград. Нам дорого, знамя, копия знамени пакеты, у которого фотографируются достойные ученики и заносится в лето из школы с вручением почетных знаков «Юный патриот России», «Патриот Родины». Золотой медаль музей награжден в этой выставке ВТТВ на Омской земле, которая проходила многократно. Наград кубков как победителя разных конкурсов много, но главные награды – это не показатели, а это лучшие, прежде всего, показатели, когда в учащемся в школе тепло, уютно, есть, где можно применить свои знания, опыт для себя в работе. А значит, будет продолжаться формирование личностных качеств учеников и музыков. Работая в школе 62 года, хочется спросить, а много ли сегодня педагогов, у которых искрятся глаза, которые с удовольствием идут в школу на работу? Да, много, но мне кажется, что нужно обратить внимание на некоторые детали. 76 поездок по местам космической славы совершено нашими учениками. У учителей была возможность больше находиться с учениками, а сейчас ощущается большая, ненужная перегрузка учителя. Проблемы нехватки педагогических кадров, мне кажется, возможно привлечение пенсионеров, ведь большинство из них занимается репетиторством, еще сильны, обладают своим мастерством. Педагогическое просвещение учителей – это важный фактор. Сколько мы читали в своем время? Мы знали все материалы из пионерских, комсомольских газет, мы знали педагогов-новаторов, а сейчас не хватает времени учителя на это. Проблема обучения в закрепленных классных комнатах в данном случае тоже ощутима. Заканчивается учебный год, ученики по-прежнему сидят в своих закрепленных классных комнатах. А уже хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор разрешил перейти на занятия в классные предметные комнаты. И сами тоже факты, которые родители подсказывают. Хорошо, что есть бесплатное питание для малых детей, но в школе, девятым, одиннадцатым классам, у которых существенная, огромная перегрузка, потери здоровья, возможно, тоже подумать о бесплатном питании. Ну и говоря о работе музея, как руководителя музея на протяжении многолетней своей практики, хотелось бы, чтобы мы в России подняли статус школьных музеев. И он был бы на одном уровне с юн. армией, с объединением детских организаций и необходим справочник по школьным музеям России, как нам доставим такой справочник о пост по космическим музеям России. Спасибо за субботу. Спасибо, Леонид Иванович. Уважаемые коллеги. Сейчас слово представляется Климову Елене Константиновне. И мы с вами посоветуем, что у меня три записочки мы постараемся всем представить, но просьба соблюдать регламент. Климово здесь. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые... ...которые прошел вчера. О нем уже немножко было сказано. И меня диригировали для того, чтобы сказать, что мы поддержали в очередной раз закон образования для всех. Халил Николаевич Смолин на Конгрессе и все ваши предложения. И также я бы хотела... Ну вот несколько пунктов, а значит, которые мы считаем наиболее важными. Значит, участники Конгресса, практически все сказали о важности увеличения государственного финансирования образования и закрепления федерального законе образования в Российской Федерации положения о государственных гарантиях приоритетности образования и доли государственного финансирования 7% от ВВП. Мы считаем, что эту долю надо зафиксировать, когда не будет больше у нас проблем. Ее не сможет никто у нас уменьшить. Вот это первое вот такое очень важное наше решение. И еще участники выступили категорически против закона о контроле и ограничении посвящения. Это вот мы хотели бы вам передать. И еще, поскольку у нас сегодня очень рада из министерства есть представитель, то вот вы говорили про воспитание. Могу я вам сразу конкретное предложение, которое мы считаем наиболее важным? Это вернуть бесплатную продленку в школу. Вот правда ведь? Вот если мы говорим о воспитании, вот это, я понимаю, что самое главное. Не надо вообще выделить федеральную статью бюджета на это? Вот это вот мы просим прямо с сентября, потому что у нас безнадзорность увеличилась, у нас количество преступлений среди детей и подростков увеличилось, поэтому мы очень просим вот этот вопрос быстро решить, да, к первому сентября, если это возможно. Хорошо? До образования, пожалуйста! Да, и второе образование, вот это очень плохая традиция, что мы с вами пытаемся его комментируизировать. И, пожалуйста, это тоже наша как раз безопасность. Дети должны не, ну как, не запугиваться о том, что их посадят в тюрьму, а быть под присмотром любящих их педагогов. Вот сегодня говорили, согласно со мной? И я вот так скажу, что любящих педагогов в нашей стране очень-очень много, поэтому вот девиз нашего конгресса был «Делать, что можешь с тем, что имеешь, там где-то есть». И еще известный закон физики, что чем больше действия, тем больше противодействия. И... И абсолютно не революционным путем, а эволюционным. У нас много очень людей, которые готовы прикладывать усилия для того, чтобы наша страна развивалась. И вот им нравится такое выражение, они хотели нас похоронить, они не знали, что мы семена. Поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо. И еще я хотела напомнить слова нашего соотечественника, Константида Эдуардовича Циолковского. Он говорил, что если двое из намешника объединяют усилия, то сила действия возрастает в семь раз. Если три, то в семь в квадрате, то это в сорок девять раз. И далее в геометрической прогрессии. Поэтому, коллеги, давайте мы с вами решим, что для нас самое-самое главное, и объединим наши действия. Вот Контресс работников образования для этого и создан, для того, чтобы мы все объединились и смогли помогать вам, для того, чтобы те законы, которые вы предлагаете, очень замечательные законы. Я прошу просвещения, у нас министра просвещения, по проекту, чтобы и нас тоже приглашали. Настолько много хороших специалистов, которые, ну, конечно, хотелось бы получать зарплату, но вот мы здесь все бесплатно приехали для того, чтобы что-то в нашей стране изменилось в лучшие стороны. И я верю, что у нас будет все хорошо. Спасибо.